Вот из города первая машина. Андрей Головач подъезжает. Здорово! Идем мы на встречу архиере. Рассуждаем о большом тополе. Вон там огромном тополе. Как его убрать? Не знаем. Вот этот тополь. Он такой огромный, страшный. Если он упадет на этот домик рядом, от него трухи не останется. Не знаем. Ты расскажи, Сергей, что мы сегодня могли отказать ему. Ну, главный священник приехал, Вадим, на машине. Ну, ему рыбы к нему нет. Ну, чуть правильнее, что-то. Чуть-чуть. Ну, вот раз так получилось, ладно. Тогда Сергей отбился тем, что Андрюшка хотел сам тут побыть. Ты же хотел? Ну, сам побыть, тогда мы к тебе пристанем. Ты не за нами приехал. Вот так. Ты не забывай, в прошлом году мужчина приезжал, с которым ты рассчитывался. Я ему сказал, я вам авансом даю подарки, чтобы вы приехали, увезли детей прошлогодние. И он согласился, он доволен. Так что ты его предупреди 10 июня или 8. А его созвонились. Погода какая будет. Ребятишек завести. Мне-то от этого выгоды никакой нет. Далеко сейчас-то едешь. В храм поставить? А, ты к нам поехал. Ну, спаси, Христос. В храм, а не к нам. И сегодня я разговаривал, я... Тут отрок один есть, его надо учить с нуля буквально. Вот он стоит. Виталий Калинников. И упоминал об отце Павле. Как вот там архиерея. Что отец Павел сразу позвонил. И рассказывал о тебе. И вот он, вот он ты подкатил. Вот как вам говорю, они как на... На сковородке, блинчики. Появляются один за другим. Ладно. Вон он что. Сергей учит сидеть. Я не знаю, это козел или коза. Козел, наверное. Сережа, он или она это? Козел. А, козел? Козел. Ну, его держат, видишь как. Хорошо себе. Их интересует козел. А я увидел, летит дрозд с червяком. Я за ним влез, скорее узнать, где гнездо и как. Хорошо, дай лапу. А Сергей дрессировавших собак. Ему интересно козла выдрессировать. Дай лапу. Лапу берет. Хорошо, молодец. А козел поди думает, ну что за козел тут на меня напал? Два бородатых. Дай лапу. Видите деревни, как интересно. Где? Козел. О, на ушах у него мерка какая есть. Борода у него нетронутая. Камни? Хорошо, камни. Молодец. Хорошо, хорошо. Хозяин пока не видит, а то он тебя попрет с козлом-то. Камни? Хорошо, молодец. Камни? Хорошо, молодец. Хорошо. Хорошо, козел. Ну все. Пошли. Я сейчас у него зайду, там может еще что-то увижу. Это Алексей строится у Стина, племянник. Это вот домик, который пришлось перекупить у Новикова и Татьяны. И теперь приезжает кто, чтобы была как гостиница на время поставить. Там Андрей приехал и уже бежит. По походке похоже на мою сестру Валентину. Эта сестра несет такое послушание, все приготовить. Похоже на нее. Бабушка, шесть сыновей, дочка. Четыре сына уже здесь. А я к Алешке зайду, спрошу, что у него тут за хозяйство такое есть. Вот рядом козла вытащил, привязал. Коза опасное животное, сжирает все, что есть. Вот уточка. Она просила семь. Ангелина просила. И вот они вытята, семь штук. И вывела ни больше, ни меньше. Хотя она может и больше иметь. Вот плавать им охота. Вон бегает, комариков ловит. Комариков ловит. А там что у него? А там козочки. Вот это утка, мамка их. Вот он. Эх, как и прыгают-то. Это ловят они комариков. Комариков много, чтобы их на реку отвезти. Но если на реку отвезти, они назад не придут. А там коршунья перетаскает их. Поэтому дома. От курицы тут в окно залазят. Вон они. Говорят, адлеровская какая-то порода. Очень хорошие, красивые. Действительно красивые. Вот она. И какое у нее жабу цветное. Это курочки. А печка. Вот так. Кажется, я ее тут и делал. Вот они все ловят. Непрерывно бегают. В городе ничего этого нет. Вот он стоит. Машина. Вот. Теперь посмотрю, пойду козочек. А без хозяина. Хозяина-то и не видать, где он. Сейчас в церковь пойдет. О, он в собачке лежит. Говорят, помесь какая-то. Но. А тут что у него? Я через щель. Козы. Корову-то еще не держит. Собачка. А, видишь, какие все. Подошла вот вплотную. Вот козы. Ну, все, козочки. А, деревня. Потеряевка. Сегодня вот 15 мая. Сейчас пойдем встречать архиереи. Вот она живет. Вот так люди, которые жвачки живут, похожи на кого-то тоже. Пережевывается. Вот они как. Бараны те бьются. Корова подставила лоб на них. Он как дал, я нахер с ногами. Вот тоже бодает друг друга. Что-то не хватает. Первенца кому-то держать надо. Вымя какое. Вот это новопоселенцы. Ну, а тут вокруг клен. Жил тут один человек. Стал пить. Ему отказали. И он выехал. Потому что нарушил устав. Женился. Нормально будет. Будут ребятишки. Да и взял. У нее муж погиб. Двое ребятишек от первого брака. Вот приехал. Я говорю. Да зачем тебе это нужно? Ты была. Ну, и натолкнулась на него. Уехала. Там тоже самое. Во. Хожу, снимаю. А остальные где? Вон они пьют. А? А остальные где? А здесь же бегали сейчас. Вон они. Мошек ловят. Три? Три. Комарика ловят. Вот он как. Это адлерская порода. Ого. Один, два, три, четыре. Пошел свой гарем проверять. Так. Четыре, пять. Еще. Главное, как они комариков. Их можно было отвезти на пруд. Но нельзя. А их не поймать тогда. А там коршун потаскает сразу. Ну да. У меня ворон. Ворон залез в этот вольер. Сразу голову оторвал. Полтора месяца цыпленка уже вот так. Ну и улетел. А у Любы в дырку залез и двух. Ну так а поймали его, нет? Ну Люба его в сетке поймала. Я говорю, надо было его в это. Она говорит, а я его об угол. Об уголу отпустила, да? А? Отпустила. Об угол ударила. Ну конечно. И на крышу положила. Да, к ворон два дня орал летал. А, не нравится. Ну да. От тебя да. Ну все. Все. Продолжение следует...